Доброе утро! Мы уже выехали из нашего отеля Едем в Йосемити снова Отель у нас был очень классный Я даже только что пост инстаграм накатала Потому что мне прям понравился А в Йосемити я знаю, многие ездят И задаются вопросом, где остановиться Так вот, очень хороший получился отель В городе Марипоза Отель называется The Monarch Inn Если вдруг кому-то надо Завтраки такие классные были Но опять же в сравнении с теми мотельными завтраками Которые мы привыкли за этот месяц Там и мюсливые батончики И овсянка И свежая выпечка И фрукты, йогурты, бейглы В Филадельфии Прям в общем супер, нам очень понравилось И вот сейчас мы уже движемся в парк Только что К нам пристала бабка И я вообще расстроилась Ей не понравилось Как Петя ведет машину Как он обгонял ее И она нам, короче Наговорила реально всяких гадостей просто И поехала дальше Она сказала, что она надеется Что у нас заберут права У Пети заберут права И вообще, что Как она еще сказала? А, что нас закроют? Или что-то такое? Ну, короче Совсем куклу Мне надо в Украине покататься чуть-чуть Да, это она просто в Киеве не ездила ни разу Вот, ну, короче Остался осадок Остался осадок Да Она уехала Но она у нее тоже остался Она, наверное, интересен своим друзьям расскажет Про то, какой ты козел Ну, вот Но У нас сегодня по плану Несколько вьюпоинтов Которые вчера мы не посетили И хотим сходить в трейл к водопаду До него очень далеко идти Что-то часа два, наверное, или три Ну, две стороны То есть в одну сторону часа полтора И мы пока смутно представляем Как мы с Литой туда дойдем Но водопад должен быть очень красивый Поэтому желательно туда сходить А на вечер у нас уже забронирован домик в Коа В нашем любимом Коа Недалеко от Сиквоя парк Мы забронировали на две ночи Сегодня и завтра будем там И завтра планируем провести день В Кингс Каньон и Сиквоя Здесь Спаленные деревья Вот они Пожары калифорнийские Обалдеть Вот это все Спаленные черные деревья Сюда приезжать Никогда Услышьте меня Никогда Не приезжайте в национальные парки В выходные дни Вы потеряете просто Кучу времени На то, чтобы Во-первых, найти парковку И во-вторых, чтобы потом От того места, где вы все-таки найдете парковку Дойти До того места, куда вам надо Мы только что потеряли Я не знаю, минут сорок, наверное Пока мы пытались найти место Чтобы припарковаться И мы его не нашли Петя поехал Искать это место сам А мы с Литой пошли В сторону Трейла Который мы планировали Только в итоге Мне почему-то кажется Что мы и до трейла этого не дойдем Потому что нам идти очень далеко А время уже 12 часов дня Я не знаю, если Наверное, в 6 утра надо было приезжать Чтобы успеть Ну, очень весело идем К аморопатику Хоть кого-то встретил Или это галюны уже Здоров Да, ручные вообще Вот такая лесенка Почти километр протяженностью Некоторые ступеньки Почти по колено А, жалко, не видно Начало Сейчас самое интересное будет Упс Тоже капает На голову И такая тропиночка Безобидная Вон туда Жинка с шефом Ждут внизу Местами Водопад заливает лестницу Я уже весь мокрый Насквозь В кроксиках Думаю, человеком Разойтись Сложно Ну че Я наверху Вот такая здесь красота И одни китайцы И одни китайцы Водопад Водопад Вон лестница И где-то там за поворотом Лита с Леной Ничего Догнали назад О, тут уже становится влажно Самое веселье На промежуточной точке Где Подымается влага От водопада По ощущениям Как будто идет проливной дождь Ступенечка, да? По колено Мало того, что ступеньки мокрые Они еще из грязи Можно Вниз Спуститься на жопе Здесь болезненно для тех, у кого Сраку видно из космоса Реально Стрёмно Идти вниз Ладно, пойду в обход Потому что это надолго Отличная тренировочка для ног Прыг 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 Хорошо, ступеньки наклонены вверх Иначе, если бы они смотрели вниз Вероятно, соскользнуть была бы В сто раз Больше Мне нравятся Китайцы Три ступеньки пройдут, отдыхают Пройдут, отдыхают Неважно, вверх или вниз Я вообще уже иду, как бабка старая С автобуса выходит Бочком, бочком Это полдороги Да еще чуть-чуть осталось Там круто, наверное Встретил Какую-то девочку из инстаграма Лена сказала Я не знаю Тоже ребята путешествуют по Америке Много полезного Пишут С маленькими детьми Причем, по-моему, это трое или четверо Один совсем крошка И вот они поднимаются наверх Ха-ха Какие виды, а? Красота Пока объектив не намок Попробую снять Все, намок Так, я чуть-чуть вытер И попытаюсь заснять Дождь, которая Образуется от водопада Вот так Вот Видно что-то Или нихрена не видно Я надеюсь, видно Сейчас ветра вроде бы нет То есть малейший порыв ветра И все И вся влага идет сюда И вот эта вся водяная пыль Садится На мою лысину Оп И сказать, что водичка теплая То нет Ну ничего, я же оптимист Летят утки 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 Там фотик весь мокрый Ой, бассейн такая пещерка пещерка прикольно еще одна чудная тропинка Хай люди знают, что дороги не сделаны Конечно, на водопад можно смотреть бесконечно И на мою лысину Летятятки Летятятки На водопад поворотом, а я уже здесь Вон мои блогеры стоят Короче, сегодня был самый стрессовый день за всю поездку Сегодня, кстати, тридцать первый день нашего путешествия Соответственно, мы в пути ровно месяц И сегодня был самый стрессовый день Мы пошли в этот трейл Мало того, что оттуда было идти тяжело Потому что подъем вверх Мы толкали коляску Это было очень сложно Потом мы дошли до мостика, с которого уже видно водопад Ну и многие как бы разворачиваются и уходят И мы тоже развернулись И собрались уходить Но потом почему-то мы решили, что нам надо срочно подняться к самому водопаду И мы туда пошли Ну полпути было все нормально Потом как бы дорога закончилась И начались ступеньки такие каменные И Петя пошел вперед Я говорю, на камеру иди снимай А мы пошли за ним потихоньку Вот И мы с Линой шли и шли И поедем ступенью каменным Доходим до середины И я понимаю, что ну все Как бы мы дальше Мы сами с ней не пойдем дальше Помимо этого всего С водопада несутся брызги А мы в футболках Ну нет, к счастью, Лида в кофте была Я в футболке В общем, мы мокрые Остановились там на таком островке Думаем, ну вот сейчас посидим Дождемся, Петя будет идти назад И мы с ним спустимся вниз Потому что сама я вниз Ну, я не понимала, что я смотрю вниз И я понимаю, что я не могу туда пойти с Литой Потому что, знаете, вверх как-то проще подниматься А вниз потом стрёмно Потому что ты понимаешь, что одно неверное движение И все И мы сидели минут 15 Мы мокрые Идет дождь И помимо брызгов с водопада начался еще и дождь Холодно Лита уже сидит ко мне прижимается Говорит, мама, пойдем отсюда Холодно В машинку, пожалуйста Я понимаю, что я не могу Я не знаю, как мне с ней спуститься И в общем, мы еще ждали-ждали Я поняла, что мы не дождемся его Я не знаю, когда Петя вернется И мы кое-как начали спускаться вниз Ну, в общем, я написала уже в посте, в инстаграме, что я не знаю, как мы дошли вниз Но это типа материнский инстинкт, видимо, нас довел донизу Целости и сохранности Правда, сначала этот материнский инстинкт почему-то не предостерег, чтобы не попереться туда вверх Я не знаю, где он был Не знаю Но в общем Я там и смеялась, и плакала И, в общем, хватит Ну, короче А мама пока танцевала Ну, пока я не танцевала И, в общем, мы должны были еще заехать на Glacier Point Это еще одно красивое место Viewpoint такой С которого классный вид открывается на Yosemite Но до него один час в одну сторону было ехать Мы и так из нашего графика, разумеется, выбились И нам потом до нашего кемпинга три часа ехать И поэтому мы, в общем, не поехали на этот Glacier Point Короче, теперь у меня, походу, парк Yosemite будет ассоциироваться со стрессом Конечно же, он классный, очень красивый И я думаю, что мы обязательно вернемся однажды Но я буду вспоминать его, реально, как самый такой стрессовый день Надеюсь, хуже уже не будет Не то чтобы хуже, а тяжелее В общем, сейчас мы движемся в наш кемпинг В городке Фресно по пути заедем в Walmart Купим продукты И будем отдыхать Так, ну мы наконец-то приехали в наш кемпинг И тадам! Вы успели соскучиться по этому домику? Мы немножечко, да Поэтому сегодня мы ночуем снова здесь Ноль отличий, но все хорошо Мы наконец-то разобрали наши вещи Я поставила вариться суп для Литы И мы вышли на улицу И идем в бассейн Сейчас попробуем, какая там водичка Очень надеюсь, что нормальная и теплая И очень надеюсь, что там не слишком много людей Вот, собственно, такой бассейн Конечно же, когда мы пришли Набежала куча людей, да? Зайка, будешь плавать? Да Лид, покажи свою новую игрушку Кто это у тебя? Это крокон А как его зовут? Вот здесь специальная раковина для мытья посуды Тех, кто в палатке останавливается Ну или нас, собственно, для нас тоже Здесь туалет и душ Здесь раздельные А там возле нашего домика общие есть Ну там отдельные кабинки, понятное дело Но общие для мужчин и для женщин Вот там вот детская площадка А сейчас мы идем А вот здесь вот этот лондри Как-то постирочная А сейчас мы идем в О, здесь лед как раз, который мне нужен И магазин Рецепшн-магазин Мне нужно подогреть лити кашу на ужин И попросить льда И вот рецепшн и магазинчик В магазинчик В магазинчике продается все самое необходимое Если вдруг что-то забыли Одноразовая посуда Разные моющие Аптечные даже некоторые средства Гели для душа От комаров всякие штуки Детские вон тоже причиндалы Мороженое Ну да, и колькая еда Здесь кофе Кофе Между прочим бесплатный Первый раз вижу в коу Обычно в коу оплатный И всякие сладости О, и зеркало Вышла на улицу А там такой красивый закат Класс Судя по всему Люди не обманывали Про калифорнийские закаты Поэтому мы еще даже не доехали до Лос-Анджелеса А здесь уже такая красота Красота